В прошлой серии мы посетили пляжный лагерь в заповеднике Колумбай на западном побережье, и хотя природа не порадовала нас своими дарами, мы отлично провели время. Если поразмыслить над историей человека как вида, окажется, что люди были кочующими собирателями, обитателями буши и побережья, несравненно дольше, чем мы живем в домах или имеем водопровод. Если что-то брызгается, пищит или дышит, оно неизбежно окажется на углях и превратится в отличное блюдо. И лишь за последние несколько веков мы утратили знания, делавшие нас самыми успешными охотниками и собирателями, гастрономическими королями и королевами планеты. Я Джастин Банелло, и эта программа «Приготовлено в Африке». «Приготовлено в Африке». Бокап, Кейптаун. Знаете, в нашем занятии самое удивительное то, что это меняет взгляд на жизнь. Как граждане Южноафриканской республики мы никогда не путешествовали по городкам. Мы видели туристов, которые их снимают, они это делают. Мы, южноафриканцы, нет. Об этом стоит задуматься. В 1994 году, после многих лет международных санкций и внутренних беспорядков, Национальная партия была вынуждена отказаться от политики расовой сегрегации. Центрами политической оппозиции, как правило, были поселения, окружавшие крупные города Южноафриканской республики. Это начало 12-й серии, и она будет несколько необычной. Это единственная серия, где у меня действительно есть возможность изменить ваши представления о Южноафриканской республике. Оуэн и Рутсов Эфрика устроят вам небольшую лекцию, чтобы мы могли показать вам, что здесь произошло и как возникла сегрегация. В 1948 году Южноафриканская республика отделилась от Британии с ее общим благом, а два года спустя в нашей стране был узаконен апартеид. По сути, акт о групповых областях – это закон. Страну взяли и разделили на множество мелких зон, отдав каждую зону определенной расовой группе. Лучшие районы Южной Африки были отданы белым, менее привлекательные районы – небелым. Говоря «небелый», я подразумеваю цветных, индейцев и мусульман. Худшее досталось черным. Так были белые, небелые и черные. Шестой округ, где мы сейчас находимся, автоматически отошел белым, и они пригнали сюда бульдозеры. Те бульдозеры остановились лишь тогда, когда на месте домов остались пустоши, которые вы видите сейчас вокруг. У местных жителей не осталось иного выбора, кроме как переселиться в дома, построенные для них в поселке за чертой города. Город был предназначен только для белых. Эта стена посвящена нашим детям, заплатившим наивысшую цену. Первый чернокожий ребенок Гектор Петерсон был убит 16 июня 1976 года в Советто. Примерно 6-7 недель спустя, 11 августа 1976 года, убили первого ребенка здесь, в Ланге. Его звали Золили Мози. Ланга была построена как место жительства для рабочих переселенцев. Этих людей привозили в города и селили в бараках. Они жили по 24 человека в одной комнате и спали на бетонных кроватях. Одной из крупнейших ошибок Запада в отношении Африки была позиция «В Африке проблема – дайте им еды. В Африке новая проблема – дайте еще еды». Мы отвечали «Не надо еды. Дайте удочки, чтобы мы научили своих людей рыбачить». Чудо свершилось отчасти потому, что мы взяли на себя ответственную роль матери Африки, так как получили свободу позднее и учились на чужих ошибках. Как гражданин Южноафриканской республики, я считаю, что единственный способ обеспечить будущее – это понять прошлое. Так что поездка в поселок Гугулету – необходимый нам тоник. Отбившись от рук, в поселке я осознал, что смогу показать вам его истинный масштаб только с воздуха. Я позвонил другу, у которого есть вертолет, и договорился об экскурсии. Это один из приятных моментов. То, что мы будем делать, вам обязательно понравится. В первом кулинарном эпизоде этой серии мы приготовим для вас традиционное южноафриканское блюдо – смайли. На самом деле это голова овцы. Ее надо сварить, счистить всю шерсть, разрезать пополам, сварить и съесть. Я это не ем. А Юджини собирается. Ребята, я вам тоже куплю. Можно две? Распространенное заблуждение. Если вы взяли смайли, вам придется съесть мозг и прочие сомнительные части. На самом деле вам достанется язык и вкусное сладкое мясо щек. Единственная проблема – вам придется повертеть головой. Это не каламбур. Кстати, это африканский деликатес. Отлично. Спасибо, парни. Спасибо. Я еще не сказал, что на этих выходных мы остановимся в пансионате Лизи Ви. С ним связана удивительная история. Лизи Ви и ее муж, Дональд, построили этот дом своими руками. Пансионат Лизи Ви. В сущности, гостеприимство Лизи Ви столь велико, что последние три дня она потратила на приготовление традиционного африканского пива Умквомботи. Этот домашний напиток просто сшибает с ног. Если вы не намерены лежать под звездами, не имея возможности воспользоваться гостеприимством, будьте осторожнее с пивом. В противном случае вы пропустите все веселье. Умквомботи. Африканское пиво. Сначала я должна выпить сама, чтобы показать, что там нет яда. Дай подержу. Ты его выпьешь. Я думал, это повод, но... Ладно, я могу выпить Умквомботи, когда стою, но опущусь на колени. Мой отец говорил, если у тебя артрит, повышенное давление, а ты пьешь Умквомботи, это полезно. Уверена, вам понравится африканское пиво Умквомботи. У него отличный вкус. Однажды журналист спросил меня, что я готовлю, когда надоедает готовить. Если честно, тогда я не готовлю. На этих выходных мне не хочется готовить, но Лизи Ви согласилась стать приглашенным шеф-поваром нашей передачи. Первое блюдо меню – печень овцы. Я помощник Лизи Ви, она будет готовить и говорить, что делать, и пояснит вам, что к чему. Да, Джастин. Джастин, нам с тобой нужно приготовить печень овцы. Пожалуйста, нарежь это кубиками. Кубиками? Да, и зеленый перец. Также кубиками? Да. Правда здорово, когда есть помощник, и не приходится все делать самому? Конечно, да. Лизи Ви, это надо порезать мелко? Не очень мелко. Не очень мелко? Да. Вот так? Да, хватит. Спасибо. Достаточно. Режем вот так? Да. Вторую луковицу тоже? Нет, нет, зеленый перец. Зеленый перец. Сколько овечьей печени ты купила? Я купила пять килограммов. Овцы или печени? Крупно, вот так? Да, спасибо. А теперь нужно порезать чеснок? Да, чеснок. Очень-очень мелко. А сейчас я зажгу газ. Подготовлю плиту. Вот так. Что дальше? Опять чеснок? Нет, имбирь. Имбирь. Хватит, хватит. Это будет небольшой обед на всех, но основным блюдом станет ножка ягненка, да? Это будет ножка ягненка, унквоши, морковь, стручковая фасоль. Что делать дальше? Просто стоять и держать? Хорошо. Нальем оливкового масла. Я готовлю на 15-16 человек, поэтому я налью сюда... Много масла? Так много, просто смотри. Как ощущения? Знаешь, я не... Я прекрасно себя чувствую, люблю, когда меня снимают. Правда? Ты отлично смотришься в кадре. Да. Начинаем выкладывать зеленый перец, чеснок, имбирь. Так. Говяжий бульон. Говяжий бульон. Один кубик, два? Два. 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 А сейчас добавим чатни. Прости, Джастин. Прости. Чатни – традиционный южноафриканский соус из тушеных фруктов со специями. Можете представить, какой он даст приятный фруктовый аромат. Да? Да. Это моя исибинди – печень. Ты кладешь туда все, что есть? Да. Надо закрыть крышкой, но не плотно, не до конца. Вот так. Оставляешь небольшую щель? Да. Чтобы лучше кипело? Да. А что дальше? Оставим на время и пойдем выпьем унквом боти? Да. Как я уже сказала, сначала пробую я, потом ты. Уверен, это трюк. Старшие часто нам повторяли, мы должны делать то, что они говорят. Тогда стареть приятно, потому что ты становишься на первое место, да? Печень готовилась в течение 15 минут. Она готова? Да. Готова. И ты попробуешь эту печень первым. Хорошо. С тобой. Я впервые буду есть первым. Обычно я ем последним. Сейчас ты будешь первым. Ладно, я готов. Хорошо. 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 И немного этого соуса. А теперь? Огурец. Да. Латук. Да, и будем пробовать. Да. Лизи, если не возражаешь, я сделаю из этого большой рулет. Я не возражаю. Джастин, главное, поделись впечатлениями. Прекрасно. Лизи Ви, мне нравится. Это изумительно. Спасибо. Ребята, подходите и накладывайте, или останетесь голодными. Мне так приятно, когда я вижу, что котел почти пуст. Это значит, я лучший повар. Именно так. Ножка ягненка. Теперь, когда мы пообедали, Лизи Ви приготовит нам ножки ягнят. Как вы видите, по размеру кастрюли замышляется нечто серьезное. Это не на 10 человек, это на всю семью. Нас в том числе, ибо мы стали твоей семьей. Итак, приступим к приготовлению. Для начала надо приготовить кукурузную кашу. Каша из маиса. Это кукурузная каша. Каша из маиса. Спасибо. Вот в этой кастрюле уже кипит вода. Каша будет готовиться около 3 часов. Столько же, сколько ножка ягненка. Так? Пожалуйста, завяжи мне фартук. Я за спиной не умею. Женщины могут и за спиной. Мужчины. Ты же знаешь, мы так не умеем. Кладем мясо прямо в кастрюлю. Да. Это очень простой процесс. Здесь количество определяется не по весу, а по цене. Тут ножки ягненка на 400 баксов. Так? Да-да. А что дальше? Здесь только вода? Только вода. Так, котел уже достаточно нагрелся. Закрываем. Крышку обратно. Теперь можно начать это резать? Именно. А сколько времени? Сколько это должно стоять? Не слишком долго, где-то около часа. Для начала около часа. Давай я пойду отнесу на кухню. Я же помощник, а ты отдохни. А что еще надо принести? Дай-ка посмотрю. Чеснока достаточно? Да-да-да. Я люблю чеснок. Черный перец. Да, и мяту. Черный перец, мяту и орегано. Не пойму, нравится ли мне быть помощником. Обычно я говорю, принеси. Лизи Ви, надеюсь, это последнее. Бульонный кубик, мята, орегано, черный перец, морковь. Сначала нарежь репчатый лук. Мелко? Мелко. Вот так? Да. Прямо в котел? Прямо в котел. Это лук. Нужно еще перец? Что потом? Чеснок, имбирь. Чеснок с имбирем? Сколько? Весь? Половину чеснока. Половину головки. Тебе нравится? Я понял, что не люблю быть помощником. На самом деле, это не совсем так. Помогать Лизи Ви довольно приятно, не считая того, что мне пришлось бегать туда-сюда. В остальном было здорово. Я жду зеленый перец. Зеленый перец. Положи сюда. Это мята. Мне нравится использовать в блюдах мяту особенно. С красным мясом. Она полезна для груди. Достаточно? В котел? Да, спасибо. И? Черный перец. Черный перец. Бульон. Четыре кубика. Просто накрошить? Да. И закрываем крышкой. Именно. Дай только посмотрю, как там. Сварилось ли? Да. Хорошо? Хорошо. Теперь можно чистить морковь. Это следующее? Следующее. Это уже очищено. Ее надо крупно порезать? Да, да, вот так. Ладно. Ее надо сполоснуть? Конечно. Я сейчас вернусь. На плиту. Закрываем. Воды сколько надо? Давай проверю. Воды. Слишком много? Да. А теперь что делать? Нужна стручковая фасоль. Стручковая фасоль? Несу. Это она? Это она. Ты же не пошлешь меня опять, да? Нет, нет, нет. Пока нет. Теперь я знаю, что чувствует Гард. Можно отдохнуть? Нет, нет, нет. Нет? Что надо делать? Я все надеюсь, что ты дашь мне сесть и расслабиться. Мне нужна посуда для этого. Посуда для этого? Ладно. Последний раз. Просто, Джастин, в последний. Ты в долгу. Обед должен быть вкуснейшим. Конечно. Подождем, пока приготовится морковь. Так? Да. После того, как морковь сварится, положим туда вот это. Можно отдохнуть? Можешь, но сначала загляни в тот котел. Да, мэм. Извини. Отлично смотрится. Когда удается разглядеть сквозь пар. Классный запах. А мне дашь попробовать? Так не распробуешь. Надо по-настоящему. Надо еще положить. Лизи Ви, отличный вкус. На время оставим морковь? Да. Пусть готовится, а мы займемся ношей. Да, и... Как ты говоришь? Повтори. Ун-квош. 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 Привет, я Джастин Бонелло. Это уже вкусно. Да, мягкий. Думаю, огонь нам не нужен. Погасить огонь? Дадим постоять еще час? Час спустя. Как думаешь, еще долго? Еще примерно полчаса, и будет готово. Фантастика. Мы промоем морковь и фасоль и проверим, готова ли каша. Думаю, мы пойдем, сыграем в уличный футбол, а потом поедим в доме, да? Спасибо, Джастин. Это я должен тебя благодарить. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Большое спасибо Дональду и Лиззи Ви. Лиззи Ви за сегодняшний обед и за гостеприимство. Думаю, нам действительно повезло. И самое главное доказательство – каков твой обед на вкус? Как говорится, путь к сердцу мужчины ведет через его желудок, но Дональд еще здесь, так что... Давайте выпьем за Лиззи Ви и Дональда. Большое спасибо за гостеприимство, за то, что разделили с нами этот уголок рая. Будем. Вот поразительная история, которую я обещал в начале серии. За 10 лет Дональд и Лиззи Ви построили этот дом по кирпичику от и до, а потом они открыли пансионат. Если у вас будет возможность, обязательно посетите это место. Оно навсегда изменит ваше представление о таких поселках. Я боялся, что в этом поселке мне будет мешать спать музыка и городской шум ночью напролет. Но я проспал всю ночь как мертвый, в том смысле, что я замечательно выспался. Сегодня, чуть позже, мы поедем в Мозулис. Это знаменитая мясная лавка, куда ходят все звезды мыльных опер, все звезды футбола. Там все отлично развлекаются, так что я хочу пойти потусоваться и попробовать иньяма, южноафриканское мясо. У меня приготовлен небольшой подарок для Лиззи Ви, отличный автомат для кофе. У нее такой нет, а в хорошем пансионате должен быть превосходный автомат для кофе. Этот опыт навсегда изменил мое представление о жизни в поселке. Это Лиззи Ви, произведение искусства. Автомат для приготовления кофе. Мне всегда хотелось такое иметь, но я не могла его себе позволить. Это для гостей, чтобы поутру вы могли предложить им чашечку ароматного кофе. Нравится? Отличный кофе. Закусочная Мозолис. Идем, думаю, вот наш столик. В Мозолис все так спланировано, что сначала вы идете в винный магазин и покупаете ведро пива, а потом идете в мясную лавку и берете мясо. Его для вас готовят, и все завершается долгой, безумной вечеринкой. Как говорится, пальчики оближешь. Отличное завершение для 12-й серии. Остаток дня мы проведем в Мозолис. Если у вас когда-нибудь будет такая возможность, приезжайте в Мозолис или постарайтесь остановиться в пансионате Лизиви. Обязательно это сделайте. Ваше представление о таких поселках изменится навсегда. Ведущий, сорежиссер, автор идеи Джастин Банелло. Продюсер Даррен Паттер. Сорежиссер Дэйл Роткин. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова